Добрый день, друзья приусловоды. Давайте вот по свечам. Сегодня как раз нам в чате поднимался такой вопрос и как раз такая вот машинка. В общем, хозяин почувствовал пропуски зажигания. У нас здесь шли дожди, бывает у него здесь опять же был дренаж забитый. А по дренажу во время дождя, когда он забитый, вот это место было у него, у него правая сторона был забитый дренаж. И когда забита она, вода здесь под блоки, по всему. И вот поэтому утеплителю, вот он даже здесь сырой, не знаю передаст, камера не передаст. Но факт то, что попадала вода в свечные колодцы. По зиме бывает надувает, это вот то, что нечищенный дренаж. В общем-то, первым делом после дождей он полез это как бы проверить на влагу. Полез, вроде бы свечи сухие. И первую свечку, когда стал откручивать, понятно, он не дюбит, она проворачивается, у него и проворачивается, то есть там крутится ключом. Я залазил со своим свечником, то есть вот что получилось. Так вот, оборвала эту гайку от резьбы, вот керамика с этим железом оборвала и прокручивалась. Я залез с магнитным свечником, то есть с магнитной головкой, она прилипла ко мне туда. Дальше, вот это так вот она осталась, свеча без вот этой юбочки. Юбочка эта вытащилась. То есть вот такая вот ситуация была. Приехал на трех цилиндрах. В общем-то, потом я залез в свечной колодец, отверткой на излом обломил керамику. Дальше. То есть у нас вот так вот это было. Этот отвертыш, в общем-то, крутим, понимаете, да? Дальше я в него вбил форшевскую голову, отвертку. Вот это место. Здесь видно, как вбил. Чтоб наглядно она. Вот так вот. Вбил ее туда, в эту керамику. Она маленько торчала. Сейчас там свечки у меня нету, поэтому она проваливается. Но как-то она чуть торчала. И дальше я... Толик, подержи, пожалуйста. Покажем, как я выкручивал. Выкручивали. А то там свечей нету. Ну, тогда давай на втором покажем, какая она. Если она провалится, ты вот так вот держи. Вот. И на головке этой... Под ключ. То есть есть вот такая вот. И таким образом выкрутили мы этот остаток. По нему, конечно же, видно. Что кусок керамики отвалился. Попал в цилиндры. Это, в принципе, обычное дело. И вот он задает вполне логичный вопрос. Ставить лучше Денса или НЖК? Вот раньше, когда... Сейчас уже мало, наверное, кто помнит. Когда машины были свежие, на Америку... То есть, если машина приезжает на обслуживание, на Америку свечи стояли НЖК. Европа, Япония, всегда там стояли Денса. Такие разные требования к рынку. И такой вот нюанс присутствовал. То бишь, если с завода вы залезли в первый раз, или покупаете двигатель контрактный с Японией, там будет стоять Денса. С чем это связано, объяснить сложно. Но Денса с НЖК обычно это в них не споры. Поэтому не видно сейчас тут. Вот когда разгерметизация, все, или коронные разряды есть. Денса говорит, что это разгерметизация. АНЖК, что это коронные разряды. Вот здесь вот такие коротерочки такие. Надеюсь, поняли. Где-то у меня здесь под рукой. Показать. Или наоборот. Поэтому подделки сейчас очень много. Очень много. Родные свечи ходят с регламенту. Раз 80 тысяч меняются. Ну, а я, по цене, качество обыкновенное металлическое. Только ты открыла, где она? Обыкновенное ставлю пока ТТ-шки. То есть, вот. Техномера. Вот так вот ТТ-шка выглядит. У нее вроде бы и есть там незначительный пятачок. Типа иридиума и напайки. Так, где? Вот он. Тут пятачок. Ну, и как обычные металлические свечи. 10-15 проходят. Если посмотрите на автодоке или на гзизисте, там заказать. С Японии или с Эмиратов. То есть, увидите, какая цена. Цена колебется тоже от биржи. Вот, опять же, я говорил сегодня. Посмотрите биржи, сколько стоит ириди. Ириди в 3 почти в 4 раза дороже, чем золото. И вот по ценовой политике, если она стоит полторы тысячи, откуда он там должен взяться, этот ириди. Поэтому, так вот, грустно это со свечами. Но если кому поможет, буду рад. То есть, обломленную свечу, никаким не экстрактором, обычной форсовской отверткой. Заколотил и выкрутил. Ну и про закручивание будьте аккуратны. Соблюдайте этот регламент вам. Сегодня тоже была машина в этом. Ступицу открутить не мог. Эти автосервисы безголовые, которые крутят. Со всей дури. Эти пневмоинструментами. Видимо, мультибрендовые. Никогда Тойоту не видели. Здесь все прекрасно откручивается. Такой бешеной силы не нужно. Даже для ступичных гаек. Ну все. Спасибо за внимание.